у нас 90 с участием государства получается а я когда еще работал безопасность и говорю что ребята мы получили какой-то странный процесс у нас вся криминар у нас и тесто организованных преступность как таковая уличная она вся перешла под погонами я еще договорился на заре так сказать двухтысячных годов я же руководил крупнейшим холдингом безопасности в россии я же видел эти процессы когда ушла уличная преступность вот это вот организован эти банды шайки они все модели погоны мантии кто что вот поэтому получили вот это криминальные государства мы живем в криминальном мы живем криминальном государстве при криминальной власть группировка так сказать даже не банда шпана судя по тому как они себя ведут со стороны это больше похоже на действие оторвавшись до власти шпаны нежели даже какой-то серьезный мафин серьезный мафии есть какие-то при какие-то понятия какие-то свои нормы да какие-то там они может искаженный да но тем не менее крупная знаю как 10 крупной группировки я знаю как здесь по личной шпана я всегда говорил своим сотрудникам бойтесь вторых они беспредельщики они не понимают что творят они готовы на все это легче было легче было бороться с организованной серьезной преступностью который же были свои интересы какие-то и так далее я вспоминаю 90-е годы самыми опасными были вот эти банды шпаны вот эти грубки шпаны которая действовала безбашенным безбашенники вот у меня такое впечатление что в кремле хоть и много башен но там засели безбашенники которые там действуют по методу уличных групп шпаны 90-х годов существует ли безопасный механизм ухода из власти путина боюсь что уже нет боюсь что уже нет потому что но гипотетически до гипотетически можем предложить все что угодно что там солнце начнет вращаться вокруг земли и там инопланетяне прилетят и нам все помогут наладить но если говорить поэтому гипотетическое путин может прийти сказать ребят что-то я там совсем натворил с этим разберусь этим разберусь я ухожу давайте это сделаем но этого не будет поэтому я не вижу никакого мирного способа смену власти не вижу единственное что за трон там не дай бог чего случись а может дай бог вот и вот нет путина проснулись и нет путина но тут еще какие-то шансы действий теоретически допустим там 100000 чиновников сбежит к своим семьям моментально улетят но вообще можно что-то и то будет очень сложно потому что разрушена всеми вот чем стабильность опыта демократических стран там оппозиция это та же власть только не сегодня а завтра и поэтому когда там власть меняется приходят уже люди готовые к этой власти есть политические партии есть свои лидеры есть эксперты специалисты есть люди с опытом руководства большими структурами там министерствами ведомствами регионами так далее они приходят и ничего страшного страна не происходит она продолжает дальше не верится развиваться как говорил мне когда-то сурков я с ним значительной степени согласен на еще я как не верю никакие партии есть только две партии в мире партии более высоких налогов и партии более низких налогов ну наверное с ним согласен и год вот чередование этих партий и заключается суть экономического вообще так сказать и всякого развития я с ним согласен то есть когда там по оппозиции есть все так сказать атрибуты власти она приходит меняя другую систему другую другую партию до более высоких налогов и менее высокий налог и все стабильно стране она продолжает развиваться а у нас выжженное поле даже все уничтожено все раздавлено все растоптан у нас нет закона вот я сейчас представляю ушел путин естественно полностью нужно переделать все законодательство полностью переизбирать думу полностью переформатировать систему допустим выборов второе верхние палаты регионов совета федерации полностью менять судебную систему полностью менять муниципальный власть полностью менять федеральные взаимоотношения между регионами центры полностью как кардинально то есть это такая работа тяжелейший который еще мозгов требует огромного опыта государства и у кого у нас государственного поту алексей навальный у которых тюрьме держит вот ему бы получать этот там ему бы там дмитрий гудков и так далее илья яшина и многим другим получать бы этот государственный опыт знание так сказать и тогда их там кого в изгнании кого в тюрьме держит вот они придут они чего им будет очень тяжело вообще у путин оставит после руины поэтому я не вижу к сожалению с учетом своего опыта и политического жизненно мирного сценария выхода из этого тупика а то что путин загнал россию в тупик коррупционный воровской по беспредельный без бесправный абсолютно так сказать без перспективной с точки зрения экономики до экономика вальца это совершенно очевидно вот путин загнал в этот тупик а какой из него вы а я вот смотрю на него я понимаю что он потерял политическую адекватность и жизненно адекватно всему он передал полномочия свою кому больше никому не доверяет то что мы видим сейчас разгул вот этой криминальной преступности должностной это же его произведение но ты же он организовал путин потому что он уже ничего не понимает что происходит вокруг него и вы научились манипулировать я уверен в этом что им научились манипулировать приходит какой-то там патруша бакланович не сделаем это прострел россию по города давай николай платон сделать действует тут уходит и здесь делает то что так это не считает нужно я условно представляю такие понятно что там все более сложно но тем не менее как грубо говоря отбрасывая детали примерно так и угарда ребят я вам не мешаю действуйте чтобы у меня на у нас был порядок чтобы там никто не нигде никуда ничего не чтобы не посягал на наши господства вот так и наверное она решается сейчас геннадий владимирович насколько неудобен путин так скажем политической финансовой элите россии и возможно ли какие-то действия со стороны этих элит по устранению или локализации этого препятствия вот если взять аналогии форос и новоагарева там не будет такого повторения на ваш взгляд пока не будет пока не будет критической ситуации и дело в том что западные санкции они к сожалению они очень ограничены они как бы против всей страны но не против конкретно путинского окружения там откидить мы возьмем реально проанализировал список магнитом крайне мало людей которые действительно составляют опоры те люди которые вставляют опоры режима не очень чувствуете достаточно вольготно это мы с вами не там не можем получить визу американском посольство в них они не хочет дипломатически это мы с вами там не можем поехать куда-то они могут ли свои самолеты поэтому все вот эти проблемы неудобства которые создаются лекторальными танками они в основном касается простых людей и так как пропаганда работает что видите вас так и там плюсики вас унижают колбасит и так далее то это работает а когда персональный санкции там же был список когда-то там американцы воздать там 250 лет их фамилии и там все наложили полные штаны вот эти все люди оказалось что это отделались легким испугом ничего не произошло поэтому пока не возникли критической ситуации там путин как говорит по по крайней мере путинское окружение как не рассказывали а приходит кто-то жалуется положено рамзан калерова ты знаешь чего вася ты кем ты был когда там за татами боролся ни кренапты ни кем не было часто у нас там столб государства и общества миллиардер а там ребята на кавказе серьезный вопрос решает на чё сиди давай не вякой ты все от нас и за наш круг получил сегодня уважаемый человек что-то там дурака валяешь вот и все короткий поэтому те люди которые являются главными бенефициаром режима они конечно против путина маловероятно что осмелится выступить когда-либо то касается на второго третьего круга но у них нет достаточных сил и влияния там силовики человеке является опорой и уголом режима поэтому говорить о том что там какой-то может какой-то дворцовый заговор созреть сейчас нет на мой взгляд это моя личная точка я вообще могу ошибаться вообще могу все говорить неправильно . все хочу то и говорю поэтому моя точка зрения что сейчас нет никакого заговора сейчас не возникнет в будущем возможно да когда-то придут противоречия интересы значительного тысяч людей десятку может быть тысяч людей экономические и жизненные за политикой путина тогда что-то может быть но не счет а сейчас нет на мой взгляд опять в этой связи какая самая болезненная и уязвимая сторона для ближнего не очень ближнего круга опять же о них мы говорим окружение путина что для них страны не страшно и рациональные санкции финансовые расследования происхождение капиталов их семей ничего страшнее они даже и представить не мог ну или не считая там габи там трудов над самим собой смена власть на первом месте конечно смена власти понятно это тот ужас которым они там просыпается время от времени холодно поту да потому что рис не мог об этом не думать а раз они думают значит мозг обязательно выдаст какие-то наведению тогда не просыпают холодно поту а второе чего не боятся они прекрасно понимают ради чего они живут они живут терпят грабит россию они живут будущих поколений вот не только сану там понятен и масштабный по происхождению вот этих коррупционных капиталов российских семей должностных лиц опоры путинского режима проживающих рубежом ну капец тогда вот капец извините потому что это точно ради чего они вообще живут терпят грабит россии они будущих поколений вот не только сану там понятно в роскоши да там не считает и уже не понимает на сцену вот но там хранят там десятки миллионов долларов в коробках и подобов или там попало таких комнатах и таких под полом вот они уже чокнуть на этом деле но тем не менее они как бы так сказать делают это ради будущих поколений в основном которые они туда отправили не там учится в университетах там живут в шоколадах ездят на мазератах там каких-нибудь там спорткарах и так далее на яхтах там вот этим же подарил своей новой жене там принцесса ольга и все верить расследованием за 180 миллионов с лишним долларов яхту вот поэтому они конечно они боятся от этих персональных санкций раз запрета въезда за рубежом и вот эти происхождения финансовых источников происхождения капиталов огромных капитал которые вывезли за бежом но по оценке только в одной америке тут 600 миллиардов долларов и примерно триллион в европе около триллиона вот это может представить такие деньги принадлежат российским гражданам чьи семьи в основном проживают за рубежом вот такие гигантские капитала мне кажется тут один рассказывал товарищ из стеблишмента очень известное лицо не буду называть фамилии на старости лет влюбился по-настоящему любовь зла до влюбился а наша женщина там красавица какая-то прочая парижа это по франции он ей там квартирку прекрасно сляпал там дом на побережье машины квартиры так далее тому подобное денег куча вот игр решил с ней жить и на ней жениться а его под санкций не выездной он и пишет там типа таня там маша приезжай возвращайся я тебя люблю попал переживает она нет вася дорогой в россии я не ногой давай ты ко мне лучше приезжать такой случай правда единичный но вот это то чего нереально боятся после после кошмара смены власти второй кошмар это вот просто я сказал персональные санкции и финансовые расцветы 3 уязвимых точки для путинского окружения и